Новый облик Лакриевского леса вновь обсуждали в городской администрации. Строители, архитекторы и проектировщики собрались на градостроительный совет. Свою концепцию развития парка представил молодой архитектор Дмитрий Каталымов. Он однажды уже презентовал свой проект публике. Участя ряд замечаний, вновь вынес его на обсуждение специалистов. Надежда Андреева об итогах градостроительного совета. Многофункциональный комплекс с центром реабилитации для инвалидов. Летний кинотеатр, концертный зал с галереей и творческими мастерскими, ледовая арена. Так видит инфраструктуру Лакриевского леса архитектора Дмитрий Каталымов. В своем первом проекте все эти объекты он расположил внутри парка. Сейчас вынес их на периферию. Центральная часть для пеших и велосипедных прогулок. В настоящий момент парк разный, 15% своей, вся остальная территория заброшена, которую мы изначально закладывали, сделать парк доступным на всем его протяжении. Архитектор предлагает сделать несколько входов в Лакриевский лес, а ныне существующий перенести. Эту идею поддержал и директор парка. Сейчас в Лакриевский лес можно попасть только одним путем. И это небезопасно. Вот этот выход, единственный, который сейчас есть, вы просто лимитарно представьте, что там ЧП какое-то произойдет. Эта толпа оттуда не выйдет. Большинство собравшихся признали, проект сырой и требует доработки. К примеру, архитекторам осталась непонятна транспортная сеть, которая ведет к объекту. И в самом парке, если судить по схеме, уж очень много дорожек. Это может погубить лес. Путаница, вы знаете, вот смотришь на это, где главное, где вход, где главная аллея какая-то должна, наверное, быть, куда-то она должна выйти, иметь начало, иметь конец. Представитель государственного центра по охране культурного наследия оказалась самой категоричной. Она не увидела проекта развития парка, а лишь схемы его застройки. Причем довольно плотной. Этот парк, он всего 40 гектаров. Это очень небольшой парк. Если вообще говорить о нем, как о парке. Это монофункциональный парк. Тут всего лишь рассчитан как на аттракционы детские, все. И парк тихого отдыха. Никогда тут не было никаких крупных объектов и не должно быть. Во-первых, хотя бы потому, что это памятник природы. Почитайте, что написано в кент-плане действующим. Почитайте, что написано в концепции 2009 года, который москвичи делали про агломерацию. Там написано, что зелени много, а парков в городе нет. В разы меньше, чем потребности. Лес не выдерживает массового, так сказать, посещения. Значит, он не может существовать как лес. Тогда надо определяться, его огораживать, и пусть он растет как памятник. В центре города парков нет. Поэтому парк необходима и потребность. И он должен приспосабливаться к массовым посещениям. Хотите вы этого или не хотите. Главный архитектор Чебоксар подчеркивает, работа Дмитрия Каталымова – это не окончательный вариант развития парка. Городским властям сейчас нужно понять, какие объекты должны быть в Лакриевском лесу, и что мы хотим получить в конечном итоге. Только потом выработают техническое задание для проектантов. Нарежда Андреева, Михаил Солин, Вести Чебоксара.